здравствуйте уважаемые читатели гости сайта заметки электрика в данном видеоролике расскажу вам о технических характеристиках схеме подключения и программирование на примере таймера t15 вот и как видите вот его внешний внешний вид недельный электронный таймер t15 необходим для отчета времени и автоматического включения либо отключения электрических потребителей через определенные промежутки времени область применение таймера очень широкая и перечислять примеры можно до бесконечности вот несколько из них это автоматическое управление уличным или дворовым освещением освещает автоматическое управление освещением административно бытовых или промышленных помещений автоматическое управление освещением рекламных баннеров щитов подсветки фасадов зданий уличных витрин магазинов и тому подобное автоматическое управление двигателями вентиляции помещений автоматическое управление двигателями насосов например для закачки воды и скважины или полива растений автоматическое управление какими-либо нагревательными электрическими приборами и так далее технические характеристики представленного в данном видео таймера т15 очень напряжение питания 220 вольт номинальный ток выходных контактов 16 ампер при косинусе единица и 8 ампер при косинусе при косинусе 04 данный таймер является одноканальным то есть у него один выходной канал количество программируемых циклов у него 8 то есть 8 циклов включения то есть 8 включения и 8 отключения минимальный интервал времени минимальный программируемый интервал времени у него составляет одна минута погрешность не более двух секунд в сутки и масса всего 159 грамм из достоинств данного таймера я хотел бы отметить его простую настройку и программирование так сказать его даже легче настроить чем будильник на современном телефоне также несколько слов хотел бы сказать и о его недостатках посыл по моему мнению можно было бы увеличить количество программируемых циклов в связи с этим сразу же напрашивается и увеличение выходных каналов то есть чтобы управлять не одной нагрузкой а например двумя тремя или четырьмя низовы независимыми нагрузками каналами с помощью допустим одного таймера кстати во время настройки данной модели таймера я обнаружил что количество программируемых циклов на самом деле не 8 как заявлено в паспорте а 16 что не могло обрадовать так что имейте это ввиду укрепление таймера осуществляется на стандартную день рейку день речка здесь по ширине он занимает два модуля то есть его же по ширине он занимает два модуля то есть его ширина составляет 36 миллиметров в таймере имеется встроенный аккумулятор который обеспечивает его работу до 150 часов то есть примерно до 6 суток за это время все запрограммированные циклы полностью сохраняются в памяти устройства на лицевой стороне таймера имеется защитная крышка на небольшой защелки под которой скрыты кнопки для управления и программирования а также жидкокристаллический дисплей при закрытой крышке в окошечке виднеется только экран с текущим временем ну например вот текущее время сейчас 22 часа 33 минуты также на лицевой стороне имеется светодиодный индикатор вкл красного цвета который символизирует о состоянии таймера если этот индикатор горит то значит таймер находится в рабочем режиме и его выходной реле включена то есть таймер выполняет запрограммированный цикл если светодиод не горит то значит таймер находится в режиме ожидания очередного цикла вот пример схемы подключения таймера с нагрузкой до 16 ампер в качестве аппарата защиты установлен автоматический выключатель в 4729 с номинальный током 16 ампер фаза с автомата получается на клемму 1 вот а на клемму 2 подключается 0 0 жилки нагрузка подключается к выходным контактам реле которые выполнены переключающими клемма 4 это общий вывод контакта контакта контакт 34 является размыкающим контактом то есть или нормально закрытым а контакт 45 является замыкающим контактом то есть нормально открытым это можно проверить с помощью мультиметра контакты и 4 замкнут контакты и 5 разомкнут итак для наглядности к выходным контактам 45 я подключу розетку а в розетку включу лампочку для этого фазу с автомата один от провод идет на питание таймера второй провод идет на клемму 5 то есть на выходной контакт таймера с клемму 4 провод уходит на одну из клемм розетки вторая клемма розетки ноль берется с нулевой шинке качестве нагрузки подключил светодиодную лампу мощностью 9 ватт с которой я неоднократно проводил свои эксперименты по замеру светового потока величины нагрева температура нагрева электропотребление и тому подобное включая данную лампу розетку при первом включении таймера на жк дисплее сам жк дисплей будет отключен с помощью тонкого иголочки или вот чупа нажимаем например на сброс на кнопочку сброс течение нескольких секунд происходит очищение ранее запрограммированных циклов таймера то есть изначально будет время 00 установлен режим работы таймера авто офф и день недели воскресенья с у меня уже установлено текущее время 2249 время на таймере может от отображаться либо по 20-ти часовой шкале как в данном случае 2250 либо по 12-ти часовой с индикатором m до полудня или pm после полудня чтобы переключиться между тем или другим режимом то есть между той или иной шкалой нужно нажать и удержать течение 6 секунд кнопку часы 2251 еще раз делаем 1051 и виднеется дикат индикация пире то есть после полудня лично мне удобнее когда время исчисляется по 20 часов и шкале поэтому я его так и оставлю теперь можно установить текущее время и день недели то есть подкорректировать делается это следующим образом нажимаем на кнопку часы нажимаем на кнопку часы и не отпускаем нажимаем на кнопку d плюс при каждом последующем нажатии на кнопку d плюс на экране будет меняться день недели по кругу вторник среда 4 5 суббота воскресенье в общем так далее ставим вторник и затем не отпускаю кнопки часы нажимаем на кнопку чай плюс и не время 22 часа аналогичным образом настраивается время в минутах только нажимать нужно теперь не чай плюс а соседнюю кнопку м плюс все тут держим эту нажимаем сейчас я не буду как у меня уже установлен у данного таймера имеется четыре режима работы переключение между режимами осуществляется по очередным нажатием на соответствующую кнопку режим выбранный режим отображается на дисплее в данном случае авто офф разница между режимами является исходным состоянием выходных контактов реле в данном режиме авто офф контакт 4 5 разомкнут контакты 3 4 замкнут состояние реле отключено программа управления срабатывает на включение таймера индикатор включения реле не горит а теперь запрограммируем таймер для данного примера с лампой текущее время 2301 давайте запрограммируем таймер на включение лампы в 2310 отключение лампы в 2311 2312 опять включение лампы и в 2313 и и опять отключение нажмем на кнопку п вот у нас в этом уголочке в левом уголке загорелась индикация появилась индикация один он это означает что первый цикл включения нагрузки готов к программированию зачем подчеркнуть затем поочередно нажимаем на кнопку дай плюс и выбираем необходимые дни недели хочу заметить что в данном таймере можно выставить множество разли различных вариаций ну например любой один день недели понедельник вторник среда четверг 5 суббота воскресенье три дня недели понедельник среда пятница три дня недели вторник четверг суббота суббота воскресенье два дня выходных три дня недели по порядочку понедельник вторник среда следующие три дня недели четверг среда четверг пятница суббота пять рабочих дней шесть дней недели все дни недели ну данное время вторник поэтому я оставлю вторник теперь нажимаем на кнопку че плюс и устанавливаем время при котором таймер включен нагрузку мы договорились 2310 так 23 и выставляем минуты 2310 нажимаем на кнопку п на дисплей появилась индикация 1 of это означает что первый цикл отключения нагрузки готов программирования мы договорились что вам по будет отключаться у нас через одну минуту то есть выставляем 2311 день недели можно поставить вторник далее нажимаем п программируем второй цикл 23 12 так где недели давайте вторник для чтобы одинаково уж было так п и цикл отключения второй цикл of то есть второй цикл отключения 23 2313 все нажимаем на часы и сохраняем запрограммированные уставки вот видите уже время 23 09 идем так лампа включилась время 23 10 горит индикатор красный индикатор что таймер включен то есть лампа горит вот давайте подождем минутку в 23 11 он должен отключиться отключился время 23 11 ждем начало второго цикла оп лампа включилась время на таймере 23 12 индикатор красный горит ну и все через минутку таймер отключить лампу время 23 13 лампа отключилась как видите таймер t15 имеет очень простую настройку и программирование как я уже говорил номинальный ток выходных контактов указан технических характеристиках и он составляет 16 ампер это около три с половиной киловатта при косинусе единицы или около полутора киловатт но 1 и 7 киловатт при косинусе 0 4 первым относится чисто активная нагрузка типа электронагревателя или ламп накаливания последним активно-индуктивно это люминцентные лампы электродвигатели и прочее если вам необходимо подключить более мощную нагрузку или трехфазную нагрузку к данному таймеру то схему нужно добавить контактор в моем примере мощность трехфазного электродвигателя насоса составляет 2,2 киловатта номинальный ток двигателя равен 5 амперам это значит что к таймеру мне нужно подключить контактор через модульный контактор ESB ESB2440 от ABB Работа таймера через контактор программировать я сейчас не буду просто покажу с помощью кнопки режима контактор сработал вот красный флажок то есть подключил трехфазную нагрузку ну или однофазную отключился контактор на этом пожалуй все будут вопросы задавайте их в комментариях на сайте или в личную почту или в комментариях на канале youtube всем спасибо за внимание с вами был Дмитрий автор сайта заметки электрика до новых встреч о том, что это все вы обращаетесь у это вы 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 Продолжение следует...